Историческую память народа необходимо развивать, уверена педагог и краевед Валентина Ильина. Несмотря на то, что книга об Одинцовской земле была написана несколько лет назад, в Краеведческом музее она представлена впервые. Валентина Валерьевна – один из авторов. Над книгой также трудилась кандидат исторических наук Ольга Яшина. Помогали сотрудники Пушкинского и Звенигородского музеев. Уникальность издания в том, что оно одно из немногих, раскрывает исторические подробности становления и развития Одинцовского края. Книг по истории Одинцовской земли практически не существует. На моей памяти последнее издание хорошего исторического уровня – это издание Одинцовской земля. Многие статьи, в которых написаны Пузатиковым Александром Андреевичем, основателем нашего музея. И вот эти крупицы, которые собрали наши авторы, прекрасная классификация материала, стоит очень дорогого. Это действительно для нас ценный подарок. Я имею в виду всех жителей Одинцова и Одинцовского района. Родина – это земля, омытая кровью воинов, защитников, орошенная слезами жены матерей. Это земля, принявшая прав всех для тебя живших. Они легли в нее, как зерна, чтобы взойти в новую жизнь. Благодаря перед этой землей русский человек и служили всеми силами своей души. Таким эпиграфом открывается летопись Одинцовской земли. Книга Валентины Ильиной и Ольги Яшиной приглашает читателя в увлекательное путешествие, наполненное интересными историческими подробностями. Возвышение Москвы, творчество Андрея Рублева, смута, революция, по мнению авторов, память о прошлом. Это ценный клад, который по наследству достается новому поколению. Книга проста в освоении. Краеведы намеренно избегали суконного языка и высокоумия, как метко заметила Валентина Ильина. Авторы открывают незаслуженно забытые имена тех, кто жил на Одинцовской земле, владельцев сел и деревень, приумножавших богатство родного края и участвовавших в становлении российского государства. Издание имеет небольшой тираж, поэтому заполучить его – настоящая удача. О развитии театра на Одинцовской земле повествует книга еще одного автора – Светланы Лапшиной. В ней рассказывается о театральной истории Одинцова и его окрестностях – Баковке, Больших Веземах, Немчиновке. Оказывается, наши края имеют свои традиции, которые продолжает Одинцовский народный театр.